Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Единения Беларуси и России собрали в зале областного общественно-культурного центра всех тех, кто являлся и является активным участником политических, экономических, культурных процессов, происходящих в отношениях двух государств. Большую общую историю имеют два славянских народа. По отношению к 2016 году темп роста составил 127%. И отрадно и то, что экспорт товаров во все зарубежные страны, в частности в России, у нас составляет 79%. Современные отношения Беларуси и России развиваются не только на федеральном республиканском уровнях. Сегодня это и точечные контакты с регионами. Экономические и политические взаимоотношения устанавливаются во время личных встреч глав и руководителей администрации. Карта по Бородимов-Бреста насчитывает 13 таких российских партнеров. Активно развиваются отношения в сфере вооруженных сил. Важный пласт – культурные взаимоотношения, которые с каждым годом только расширяются. Отдельным блоком стоит образовательная сфера. Все это – лишь малая часть того, как построены региональные отношения, которые в совокупности рождают искреннюю дружбу между народами. Все-таки главный, я считаю, базис развития наших отношений – это межличностные отношения. Это наши общие праздники, наши общие ценности. Наши семьи, у нас у всех родственники и в Беларуси, и в России. Праздничный концерт подвел черту торжественное мероприятие. Со сцены звучали композиции музыкантов Беларуси и России. Это творчество общенародное, любимое. Это общее достояние, в котором играет душа народов двух государств. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербант, Лубовкин, телекомпания «Бук-ТВ».